К первой теме нашего выпуска обратимся. Дорожный национальный проект безопасной качественной дороги, который инициировал президент Владимир Путин, вошел в тройку лидеров самых узнаваемых нацпроектов страны. В настоящее время в нем участвуют 84 субъекта. Всего за 5 лет существования программы в нормативное состояние привели около 87 тысяч километров автодорог. Одна из важнейших задач нацпроекта – снижение аварийности. К 2030 году показатели смертности в ДТП планируют сократить в 3,5 раза. Для этого специалисты укладывают качественное покрытие и уделяют особое внимание развитию придорожной инфраструктуры. Реализация нацпроекта безопасной качественной дороги в нашем регионе стартовала в 2019 году. За это время отремонтировано и реконструировано свыше 740 километров дорог. Установлены светофоры, дорожные знаки, опоры освещения. Развитие дорожно-транспортной отрасли для региона с учетом его обширной географии является одним из ключевых вопросов. Поэтому ремонту дорог уделяется особое внимание. Помимо этого ведется масштабная работа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на дорогах регионального и муниципального значения. Уже в апреле начнутся работы на объектах уличной дорожной сети города в рамках нацпроекта. В этом году намерены привести в порядок 110 объектов, которые расположены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе, а также ряде объектов на региональных дорогах. Общая протяженность составит не менее 130 километров. В следующие пять лет основной акцент будет сделан на опорной сети дорог. С 2025 года в нацпроекте также будут участвовать советско-гаванская и амурская городские агломерации. О национальном проекте и о работах в его рамках в нашем регионе сейчас поговорим с гостем. В студии Владимир Карпачев, начальник отдела реализации нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Владимир Александрович, доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала в целом о национальном проекте поговорим. Мы уже сказали, что он очень популярный в нашей стране и активно пользуется им в разных регионах. До какого года он рассчитан? Национальный проект у нас реализуется на территории региона с 2019 года. Изначально он был рассчитан до 24 декабря, но по решению президента все национальные проекты страны у нас переформатированы. Срок их действия продлен до 2030 года включительно. Но вот за время действия программы что удалось уже сделать? Какие-то значимые шаги, которые удалось уже реализовать? Как уже было озвучено, почти за 5 лет нами отремонтировано свыше 700 километров автомобильных дорог. Три года, как мы уже ведем, масштабную работу по реконструкции искусственных сооружений на региональных дорогах. Это мосты и путепроводы. На сегодняшний день отремонтировано за два года порядка 70 мостов. В этом году мы планируем отремонтировать 28. Какие самые значимые работы? Может, вы можете привести примеры в этом году, что вы будете ремонтировать? В этом году сезон дорожной работы еще не начался. В прошлом году мы закончили реконструкцию улицы Тихоокеанской. Это одна из главных транспортных артерий краевой столицы. Отремонтировано порядка 3,3 километра автомобильной дороги. И помимо того, что установлены новые светофорные объекты, там, по-моему, их 4, полностью модернизированы и уже имеющиеся 8, построена новая транспортная остановка. Скажите, кто и как определяет, какие дороги будут ремонтироваться в рамках НАЦ-Проекта? Ну, в первую очередь, это определяют заказчики работ. У нас на территории Хабаровского края ими являются город Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровский муниципальный район. Но на перечень объектов, которые будут отремонтированы, в первую очередь, влияет, конечно, их социальная значимость. Это дороги к больницам, детским объектам. Ну, и каждый житель может повлиять на этот перечень. У нас есть форма обратной связи как на сайте правительства, так и на сайте национального проекта. Жители могут оставлять обращения, они все будут рассмотрены. Ну, вы знаете, сейчас уже дорожное полотно во многих местах нашего города после зимы этой лютой приходит в ненормальное состояние. Когда работы будут начаты уже по НАЦ-Проекту в том числе? И какие работы, с какого периода мы это можем увидеть? Все дорожные работы начнутся с приходом среднесуточных положительных температур. Ну, по опыту прошлых лет у нас, как правило, это апрель. В первую очередь, конечно же, будут обследованы уже объекты, которые ремонтировались по национальному проекту. Ну, и также начнутся работы на новых. У нас в этом году, как уже было озвучено, это порядка 100 объектов. Ну, хотя бы какие-то самые крупные, можете сказать? Может, тот же самый проспект, он будет в этом году ремонтирован? Да, в этом году начнется ремонт проспекта. Это октября 60 лет. Ура! Улицы Аэродромной, Целинной. Ну, и еще порядка 30 объектов в городе Хабаровске. В городе Юности это более 20 объектов. И на территории Хабаровского муниципального района также 23 объекта. Вот план по работе уже, в принципе, сформирован, но готовы ли подрядчики взять на себе всю эту работу? И кто эти организации из подрядных? Да, безусловно, план работы уже сформирован. Эта работа нами завершена еще в прошлом году. Все контракты на исполнение работ заключены. Они заключены по результатам конкурсных процедур. Это электронная площадка. Ну, подрядчики – это в большей степени организации, зарегистрированные на территории Хабаровского края, то есть наши местные организации. И одним из главных критериев является у них наличие опыта работы. Ну, поэтому можно сказать, что круг подрядчиков сформировался. Нами проводятся заседания определенных рабочих групп. Постоянно проверяем их готовность. Сезон дорожных работ будет начат вовремя. Готовность полная. Можно уточню по поводу подрядчиков? Они какую-то ответственность вообще несут впоследствии за дорожное полотно, которое они нанесли? Да, безусловно. На каждый элемент дороги есть гарантийные обязательства. Ну, допустим, на тот же самый асфальт, в зависимости от интенсивности, в среднем он составляет 5 лет. То есть получается, если за 5 лет что-то случится с тем асфальтом, должен подрядчик за свои деньги его отремонтировать впоследствии? Правильно понимаю? Да. Привести опять нормативное состояние. Ну, вот одно дело отремонтировать дорогу, другое дело, чтобы она долго прослужила, чтобы она была качественной. Вот в этом плане меняются ли какие-то технологии? Приходят ли новые технологии? Может быть, современные материалы используются для того, чтобы полотно дорожное было более износостойким? Да, безусловно. Одно из направлений национального проекта – это внедрение новых технологий. Допустим, в дорожной деятельности у нас уже 2 года применяется технология холодного ресайдинга. Это когда верхнее покрытие не просто утилизируется, оно преобразуется с помощью специальных смесей, обрабатывается и снова используется в ремонте дорожного полотна. При этой технологии срок действия не отличается от нового. А вот скажите, вот 5 лет, не мало ли это, казалось бы, для новой дороги? В зависимости от интенсивности. Если дорога, грубо говоря, в центре города, по ней часто есть машины, этот срок может быть выше. Если она где-то там на окраине города или района, этот срок может быть чуть ниже. А кроме дорог, в рамках нас проекта, какие еще проекты, объекты будут реконструированы? Как я уже озвучил выше, это 28 мостовых сооружений на дорогах регионального и межмуниципального значения. Ну, в этом году начнем еще ремонт развязки в городе Хабаровске. А мы вот говорим, что придорожная инфраструктура тоже затрагивается. Это что имеется в виду? Обновляются дорожные знаки, разметка, светофорные объекты, осветительные объекты. Если вы успели заметить, активно переходим на светодиодное освещение. И если я не ошибаюсь, сейчас мы в конце чуть перебили, развязка на Ленинградской будет в этом году? Да, работы будут начаты. Масштабный объект, точно так же, как и реконструкция Тихоокеанская, займут порядка 2-3 лет. Но самое главное, что работа начнется, потому что очень все ожидали этого. Денег, надеюсь, хватит. Какое финансирование? В текущем году, если я не ошибаюсь, финансирование порядка 150 миллионов. Это средства краевого и местного бюджетов. Ну, достаточно денег, чтобы вот те цели, которые поставлены, чтобы на них хватило. Да, конечно, план работ, как мы уже говорили, сформирован. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что мы поговорили о нацпроекте безопасной и качественной дороги. В гостях был Владимир Карпачев, начальник отдела реализации нацпроекта безопасной и качественной автомобильной дороги Министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!